Всем привет! Наконец начал летать по Испиве на самолёте, а именно летаю сейчас на Кесле 32, на таком вот уже потрёпанном, и позади уже более 20 отлётных аккумуляторов. В общем, о первых впечатлениях и о том, как я установил видеолинк на Кесле чуть попозже, сейчас хотел бы рассказать о том, как я сломал экран, а вернее его кнопки. В общем, на экране есть небольшой конструкторский косяк. На уровне того места, куда вкручивается штатив, установлена платка, которая отвечает за управление кнопками. Если болт у штатива длинный, то им можно легко эту платку повредить. К сожалению, это понял слишком поздно, когда на экране не работала уже половина кнопок. Вот этим штативом я повредил две дорожки и один резистор. К огромному счастью, удалось всё запаять и восстановить. После этого я залил это место проблемное термоклеемое. И с помощью того же термоклея я сделал ограничитель на штативе, чтобы не забыться и не закрутить болт полностью. Давайте ещё разок покажу свою наземную станцию. В общем, так она выглядит со стороны. Такой вот экранчик на 7 дюймов. С разрешением 800 на 480. Тут вот видно. В общем, экранчик с таким большим козырьком. Очень удобным. Благодаря нему засветки почти нету. Очень удобно летать. Сзади закреплен видеоприёмник. Вот такой вот RS-832. Закрепил с помощью термоклея. На двухстороннем скотче видеоприёмник отрывается. Поэтому пришлось сделать на термоклее. Ну, вполне так культурно получилось всё. Ну и при необходимости можно его легко отодрать. В общем, тут стоит клеверок вот такой вот. В общем, тут вот провода вот такие вот. Такой вот комочек. В принципе, сильно ничего не болтается. Ну и всё это дело стоит на штативе. В таком вот небольшом. Ну, не хватает только всему этому делу аккумулятор. Ну и давайте заодно пробежимся по меню экрана. Итак, эти кнопки нас встречают за видео выходы. Видео выход 1 и видео выход 2. Это у нас поворот экрана. Вот так мы можем отразить при вертикали, горизонтали. Давайте поставим обычную вот так вот. Видим плюс-минус, чтобы менять настройки в меню. Давайте зайдём меню. Так, видим яркость, контрастность, насыщенность. Так, выключилось. Вот можно поменять язык. У меня стоит русский. Видим режим, можем поменять. 16 на 9, 4 на 3. Два режима только. Это у нас тот же поворот экрана. И сброс настроек. Всё, больше ничего нет. Ну и также есть ещё кнопка выключения. Хоп. Давайте включим. Кстати, прочитал, что вот с такими вот недорогими экранами для FPV китайцы могут обманывать. И вместо синего экрана делать вот такую тряпи. То есть, не как обычно представляется синий экран. А будет вот такая вот тряпи при плохой связи. На самом деле, на моём экране всё нормально. Всё сделано супер. И синего экрана нет. И нет вот такой вот тряпи. При плохой качестве связи появляется снежок. И изображение полностью не пропадает. В общем, вот такой вот классный экранчик для FPV. Правда, вот с такой вот конструкторской ошибкой, на которую стоит обратить внимание. Ну и ещё раз отойду от главной темы. Отойду к приёмникам. Поскольку немало людей интересовалось ситуацией. Напомню, что в позапрошлой серии этого полу-листа у меня начались проблемы с дальностью. Сразу на двух приёмниках. Из-за этого я подумал, что накрылся ВЧ-модуль на АПе. Но, как и говорил в прошлой серии, я разобрал аппаратуру. И ничего в ней не нашёл. Плюс проверил работу с другими приёмниками. Ну и начал копать уже в сторону приёмников. Вот этих вот. И мне показалось, что на них отошла плётка. От места, где припаивается антенна. В общем, панела перепайка антенны на приёмниках ничего не дала. Дальность осталась всё те же 10-15 метров. Предполагаю, что на них пропала чувствительность. Но вот следствие чего, для меня пока загадка. В планах попробовать сделать новые антенны для этих приёмников. Возможно, поможет. Но теперь всё. Главной теме. В общем, вот на этом он кесле. Я начал летать и тренироваться. И делаю это по сей день. Вот такой вот он уже потрёпанный. Очень сильно. Очень много на нём ран всяких. Вот видно, тут скотч отошёл. Вот так вот. Вот видим, что случилось с носом у него. Такой вот мятый. Тут от носа фактически ничего не осталось. Одна труха заделана в потолочку. В общем, вот такой вот у него носик. Кстати, получилась у меня довольно-таки забавная ситуация. С этим кеслом ещё весной. Я не помню, либо это было в конце апреля, либо в начале мая. Та не было травы ещё. Поля были голые. В общем, отрубилось у меня радиоуправление. И кесл упал в эту голую землю. Упал где-то с метров десяти, замарковил. Довольно-таки сильное падение было. И, в общем, отлетел у него двигатель. Торралась там моторам. И этот двигатель я нашёл где-то в метрах десяти от того места, куда упал кесл. В общем, такая вот забавная ситуация. Чуть не потерял двигатель. Ну, похожая забавная ситуация произошла недавно. Когда я влетел в дерево. И вот эта вот крышка. Этот сег аккумулятор на вонной нольке вот так легко снимается на липучках. В общем, эта крышка отлетела. Но я нашёл уже её в пяти метрах. Был найти уже её полегче, чем двигатель. Двигатель я очень долго ходил, искал. Отличие от крышки. В общем, такие вот забавные ситуации. Ну и полёты на самолёте ПФПУ доставляют массу впечатлений и удовольствия. Ведь они очень сильно отличаются от полётов на коптере. К примеру, на коптере, чтобы понять, где ты находишься, можно просто зависнуть и осмотреться. На самолёте же, пока понимаешь, где находишься, пролетаешь ещё 20-30 метров. Что напрягает поначалу. Но через какое-то время уже к этому привыкаешь. Кстати, заблудиться всё же пару раз сумел. Хотя местность заболе знакомая. Но благо управление и видео не отрубилось. И я сумел успешно вернуться назад. Кстати, полетел я сразу. То есть, визуально взлетел. Потом сел, выперся в экран. И летал в течение двух минут до первого падения. Отрывая глаз. Что было для меня очень удивительно. Всё-таки тренировки на коптере помогли. В общем, падений очень много. Падаю в траву, врезаюсь в деревья и кусты. Даже пару раз чуть в себя не улетело. Но по кеслу это видно, что на нём очень много падаю. Но я точно в таких полётах, конечно, хватает. Ведь нет у меня никакого автопилота или стабилизатора. Из поисковых систем стоит только поисковая пищалочка. В общем, это и добавляет хаткорности этим полётам. В общем, всё. Теперь давайте о том, как я установил видеолинк на кесла. В общем, стоит всё так снаружи для охлаждения. В общем, камерка вот так вот впереди стоит. Вот эта вот мини-камерка. Так, идёт провод от неё. Так, проходит, проходит. Тут соединение. С приёмником. Ну и вот сам приёмник. Вот такой вот. TS5823S. 40 каналов. 200 милливатт. Вот он, формат такого мини. Такой вот очень маленький, очень лёгенький. Питание для видеопередатчика и камерки идёт вот тут вот. Туда вот входит. Видим, столько тут проводов всяких. Тут даже нету места, чтобы установить приёмник. Вот этот вот. Поэтому стоит он так вот наверху. Ладно, в принципе, нормально сойдёт. Видеолинк я питаю отходового аккумулятора. Помех нету. Всё нормально. Тут у меня вот есть такая вот разводка. Вот это вот аккумулятор. И тут где-то на регулятор. И на видеопередатчик. К примеру, если запитать видеопередатчик отходового аккумулятора на коптере, там будут одни помехи. Вообще ничего не видно. Летать будет невозможно. Поэтому на коптере я питаю от идеального аккумулятора, видеосистему. Ну, здесь всё нормально. Питается отходового аккумулятора. Помех никаких. Вот правда, иногда может проверять вот тут вот разъёмы. Он иногда выходит при краше и начинаются помехи. Я думаю, это с чем-то связано вот тут вот. Но на самом деле это из того, что выходит вот тут вот из разъёма коннектор. В общем, провода вот так вот проделаны. Всё проделано тут на термоклей. И провода, и камерка. Видимо, так вот очень крепко держится хорошо. Вот видеопередатчик тоже очень хорошо держится с помощью термоклея. Ну и провода вот тоже не отрываются. При таком размещении камерка при крашах не страдает. Всё отлично переживает. Но если что, у меня есть опасная линза этой камерки. Поэтому ещё заменю. Но пока что этого не требуется. При крашах она полностью выживает. При полёте камерка с видеопередатчиком охлаждается очень хорошо. И после полёта в видеопередатчик чуть тёплый. Даже в жару сильную. Тут у меня даже не выдержал один регулятор. Разгорел на кесле. Не выдержал жары и накрылся. А вот видеопередатчик нормально охлаждается. И не перегревается. И не сгорает. Но это очень хорошо. К сожалению, вот эту вот пишущую камеру установить не удалось. Ещё поснимать свои полёты. Как я летаю там мимо деревьев, низко на травой. Вернее, я установил её. Как видите, на экране закрепил. Хорошо там держалась. Но управление у кесла стало сразу неадекватным. Появилась очень сильная болтанка. Ну, летать было очень трудно. Никакого удовольствия. И какие-то там трюки сделать не удалось бы. В самом конце будет видео, которое мне удалось записать с помощью этой камерки. Можете посмотреть в самом конце. Кстати, вспомнил, что есть у меня вот такие вот микро-видеокамерки. Брал их когда-то давно. В году 12 или 13. Та ещё не было всяких экшн-камер. По доступным ценам. Поэтому пришлось изгаляться с такими камерками. Хотел я поснимать полёты свои с кесла. С помощью них. Но, к сожалению, качество у них очень хреновое. Хуже даже, чем у кроссовой. Но из-за этого я снимать ими не стал. Но если говорить о изменениях, связанных с HPV на коптере. Тут видеопередатчик уехал назад. Вот так вот. Закрепил его там тоже с помощью термоклея. Как и на кесле всё закрепил. Пришлось всё переносить из-за подвеса. Но зато теперь антенку ничего не загораживает. У кабеля для SJ4000 я снял тут оплётку. Вверху вот такой вот проводок был. Типа термоусадки. Также удалил два провода для питания. Сделал это для того, чтобы подвесу сильно не мешал этот провод. И он мог нормально двигаться. Работать, отрабатывать. Если этого не сделать, то подвес этот кабелёк будет затормаживать. А так он сильно не мешается теперь. Ну, кстати, с подвесом теперь летать по HPV стало посложнее. Трудно определить, в каком положении находится коптер. Поэтому, если надо, будет ставить какую-нибудь курсовую. Ну и в завершении хотел показать, что видно в экране, как снимает эта камерка. Забегая вперёд, скажу, что качество картинки очень естественное. Поскольку яркость, контрастность и насыщенность я ставлю на 100% для солнечной погоды. А для пасмурной погоды и для сумерек я немного добавляю насыщенности. Если этого не сделать, то на экране будут две полосы. Это светлое небо и тёмная земля. И летать будет невозможно. Ну и всё это из-за хреновой матрицы этой микрокамерки. Ну, в общем-то, летаю я вот тут, недалеко. Примерно в радиусе метров 100. Бывает побольше. Взлечу на метров 150. Летал на 200, когда заплодился разок. Благо вернулся назад. В общем, в этом радиусе кустов хватает, как видите. Вот тут много кустов. Вот тут много таких ворот, через которые можно пролетать. Вот сосенка одна, вокруг неё летаю. Вот тут тоже деревца и кустики. Тоже там много есть, где можно летать между ними. В общем, настоящие полёты низко-близко. Кстати, вот в этих кустиках растёт сосенка. Я на ней как-то умудрился сломать макушку кислом. Не помню, либо вот это вот. Либо вот эта сосенка. Не знаю, сегодня не видно, где сломано. Надо ближе подходить. В общем, на ней я как-то умудрился сломать вот этим кислом макушку. Не знаю, как такое небольшое крылышко смогло это сделать. Возможно, как-то винтом. Ну или просто на большой скорости вылетел. Не знаю. Качество передачи видео этим видеолинком отличное. 200 милливатт на видеопередатчике там хватает. Правда, иногда залетают за кустики. Вон те. Вон там довольно-таки далеко. Если за них залететь, появляется снежок. Но довольно-таки короткие. И сразу пропадают. Как я вылетаю из этих кустиков. Также вот если я летаю за собой. То есть я тут сижу на кресле. И спиной и головой загораживаю антенку. Поэтому, когда летаю сзади себя вот в этих кустиках, тоже появляется снежок. Так-то я все сделал. Так приходится сгаляться, когда у меня нет писалки для FPV. Вот так накрывать приходится майкой своей. Чтоб ничего не отсвечивало. Ну, вроде там все нормально. Кстати, питают теперь наземную станцию от такого-то коммунат 1200 ммч. Раньше питало тысячных таких вот. Но они стоят сейчас на кесле. Поэтому приходится питать у других вакуумов. Так, все проверил. Можно взлетать. Пригорим крышку еще раз. Чтоб ничего не выпало. Все. Такая вот скорость у него большая. Все, все. Смотрите, что видно сейчас в экран. Я пока так немного полетаю визуально. Немного отвык я уже летать визуально. Прилетался уже по экрану. Уже как-то трудновато летать на кесле. Визуально. Надеюсь, там все хорошо видно сейчас. Потому что я, к сожалению, не могу смотреть в экран и летать. Приходится либо снимать экран, а летать визуально. Либо снимать визуально, как летает. А саму летать по экрану. Ладно, потом сделаю какой-нибудь носитель, где уже можно установить писущую камеру. Писущую. Пишущую. Вот. Правильно так будет. И уже можно нормально снимать и летать вслух. А не так, как сейчас. Давайте сейчас какой-нибудь. Вот сейчас скорость максимальная. Давайте какой-нибудь час. Бочку сделаю. Или петлю. Вот бочка в одну сторону. А в другую. Еле успел выйти из нее. Так вот, вверх ногами. Сейчас я сделал скорость поменьше. Я пробую полетать над травой. Так, еще надо чуть сбавить. Я летаю где-то на полгазу. Давайте мимо себя прилечу. Здесь видно качество какое. Как можно разглядеть в подробностях. Видно только силуэт человека. Какие-то там черты разглядеть трудновато. Сейчас пробую полететь низко над травой, как я обычно летаю. К сожалению, мимо деревьев я прилететь не могу визуально. Это сделать очень трудно. Максимум только по ФПИ. Ну, вот так я обычно и летаю. Мимо деревьев, низко над травой. Так, сейчас еще раз попробую пройти низко над травой. Вот так вот даже чуть-чуть цепанул травки. А, дома достаточно. Буду я сейчас сажать. Кстати, сажаю я по экрану обычно. Это делать можно точнее, чем сажать визуально. Правда, там скорость трудно контролировать. В общем, сейчас захожу на посадку. Давайте вот здесь где-нибудь. Так. Ну, в общем, вот так вот я и летаю на вот этом замечательном кесле. Правда, в таком вот уже побитом. Не жалею его. Летаю низко над травой, задевая ее иногда. Также задеваю макушки деревьев. В общем, думаю, полетаю еще пару выходных на этом кесле. И переставлю уже в ФПИ комплект на вжитое. На нее, кстати, можно уже будет поставить пишущую камеру. Уже можно было нормально снимать свои полеты. А не как я в данный момент с помощью такой вот нехитрой приблуды. В общем, все. Буду дальше учиться, летать, тренироваться. В общем, все. Всем спасибо за внимание. Удачи вам в полетах. Всем пока. Ну и вот таким вот образом работает пищалочка. Так она противно пищит. Пищит, пока я не дерну стиком. Теперь все. Запищит только через минуту. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok